Часто люди причиняют нам боль и обиду не потому, что хотят сделать нам больно, но просто потому, что сами не могут справиться с собственной травмой и слабостью. Всем большой привет, я очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Мария, и я хочу в этом ролике поделиться с вами своим опытом, рассказать вам о том, как я справляюсь со слезами, что я с этим делаю, почему это появляется. И на самом деле самое главное, что я хочу вам сегодня рассказать, это поделиться некоторыми способами, которые мне позволяют выходить из таких состояний, потому что не так давно я их для себя нашла, но уже практикую, и я вижу от них результат, поэтому мне бы хотелось ими поделиться с вами. Я знаю, что в интернете не так много информации на тему слез, и не так много, я бы сказала, именно полезной и дельной информации, какой-то практической, которую можно использовать каждый день и, например, не обращаться к терапевту. Хотя первое, что я бы хотела вам посоветовать, это обратиться к психологу, психотерапевту, если вы действительно ощущаете дискомфорт, если вам хочется куда-то вылететь эмоции, вы не знаете, что с этим делать, вы не можете справляться самостоятельно, обязательно обратитесь к специалисту, это то, что вам 100% поможет, и хотя бы попробуйте, возьмите одну-две сессии для того, чтобы понять, что действительно вас беспокоит, и дальше, возможно, изменить свой подход к тому, что вы чувствуете, и выйти на дорогу к здоровой, нормальной и счастливой жизни. Я выписала все свои мысли в блокнот, некоторые способы, я брала сессии с психологом, некоторые варианты я искала сама в интернете, тоже у других специалистов, и сегодня хочу с вами этим поделиться, потому что я сама с этим справляюсь уже, наверное, уже, наверное, 22 года, мне сейчас 22, так что вы понимаете, что я с этим справляюсь всю жизнь. На самом деле, в детстве меня это особо не беспокоило, потому что, насколько я себя помню, в садике, в самых младших группах я всегда плакала. На всех детских фотографиях, именно маленьких, я либо зареванная, либо просто в процессе плакания нахожусь. Вот, поэтому это то, с чем я давно-давно сталкиваюсь, и только недавно эта тема стала меня беспокоить, потому что только недавно я ощутила какую-то тяжесть от того, что я постоянно плачу. Действительно, за последнее время я очень много пролила слез, и это связано с разными ситуациями в жизни, но, тем не менее, мне хотелось понять, почему это происходит именно так, почему я плачу, почему я не злюсь, почему я не могу выразить свой, весь свой поток эмоций и чувств каким-то другим образом, не знаю, накричать, ударить, просто закрыть в себе, или сделать что-то еще. Почему именно слезы, каким образом это происходит именно со мной. И самое, наверное, первое, что я поняла, что в такие моменты, когда хочется зареветь, это значит, что вам действительно страшно. И что важно, страшно и очень хочется куда-то убежать, а убежать некуда. Это та ситуация, когда вы буквально заперты в собственном теле, и вы не знаете, как справляться с этими эмоциями. Особенно, если этих эмоций и чувств у вас становится действительно очень много, и они никак не ампутируются другим человеком, то есть вас никто, например, взамен не поддерживает, или никто не может правильно отреагировать на ваши эмоции и чувства, а вы сами пока этого делать не умеете. Так было примерно и у меня. Я просто не знала, что я умею, например, злиться, что нужно это делать. И мне казалось, что слезы — это единственный вариант, которым я могу решить все, что возможно. Но, как вы понимаете, это не так. В какой-то период времени я стала замечать, что постоянные слезы стали буквально переходить изо дня в день. И самое важное, что постоянные слезы — это действительно наркотик. Это не выход, и это не ситуация, которая позволяет вам избавляться от этих эмоций. Я бы даже сказала не избавляться, а так экологично их каким-то образом выпускать. Потому что это абсолютно не экологично, когда это становится ежедневной вашей рутиной, просто плакать, потому что вы это привыкли делать. Поэтому если вы замечаете, что слезы стали постоянным спутником ваших дней, и вы не можете от этого избавиться, это звоночек и знак, что что-то не так. Безусловно, плакать — это нормально. И если вы умеете это делать, это прекрасно, потому что знаете, что это умеют делать абсолютно не все. И если у вас получается плакать, и вы успокаиваетесь, вам становится действительно легче, когда вы выпускаете эмоции таким образом, значит, всё отлично. Цените в себе такой способ выпускания чувств. Это действительно прекрасно. Главное, отслеживайте, в какие моменты это происходит. Если у вас есть вариант, как я уже говорила, обратиться к специалисту — это супер. Если такого варианта нет, всегда ваш верный помощник, блокнот, или может быть диктофон на телефоне, или может быть заметки в телефоне или в телеграме. Я, например, взяла себе телеграм-канал, где есть только я. Я просто записываю туда кружочки и выражаю все свои чувства, если я не знаю, с кем поделиться. А, например, в блокноте это делать не хочется, потому что поток мыслей настолько быстрый, что ты не успеваешь записать всё, что у тебя происходит вот здесь. Следующий момент, который я бы хотела сказать, что плач — это достаточно тонкая причина. То есть в основе плача очень часто лежит какой-то тонкий смысл. И это, я бы сказала, даже не причина, а скорее какая-то предпосылка. Потому что, вероятнее всего, что-то вас так сподвигло на этот плач, что оно вызвало внутри вас какую-то эмоцию, с которой вы просто не смогли справиться по-другому, и вам нужно было каким-то образом донести до другого человека. Безусловно, плач в моей ситуации, я думаю, в ситуации очень многих, это такой вариант жертвенности, когда вам хочется, чтобы вас пожалели, чтобы вас обняли, чтобы вас погладили по голове, и сказали, что всё хорошо, всё прекрасно, ты отлично справляешься с ситуацией, со своей жизнью, и всё идёт хорошо. Это действительно в большинстве случаев ситуация о помощи, да, то есть момент, когда вам хочется, чтобы вас буквально как одеяло обняли, сказали, что всё хорошо. Конечно, не всегда такое происходит, и я не являюсь специалистом, не являюсь психологом, делюсь с вами только своим опытом, и тем, что я просмотрела в сети интернет со своими близкими, друзьями, с подругами, с которыми я обсуждала эту тему, и понимаю, что это действительно часто момент именно, момент, в котором люди нуждаются именно в поддержке. Также я хотела бы сказать, что никогда, пожалуйста, не вините себя за слёзы. Я сама совершала такую ошибку, и знаю, что это может привести к достаточно тяжёлым последствиям, потому что помимо того, что вы проплакались, вам не очень хорошо, потому что вы упустили все эмоции, вы зарёваны, или вы зарёваны и сидите, и вам действительно нужно делать что-то с этой ситуацией, так ещё в итоге наступает вина, что вы сделали что-то не так, что нужно было иначе справляться с этой ситуацией. Нет, абсолютно не так, вы справляетесь так, как вы можете. И самое главное — понимать, что вас устраивает, что вас не устраивает, и работать именно с этим, а не с тем, что уже произошло, с тем, что вы уже почувствовали, или чувствуете на данный момент. Хорошим вариантом будет вспомнить, что такой период длится всё равно какое-то время. То есть этот период имеет как начало, так и конец. Вы не всегда находитесь в процессе плача. Это то, что может начаться и может закончиться. Значит, это не вечно. Вы с этим точно можете справиться, и у этого есть какой-то итог. Для того, чтобы с этим справиться в моменте, у меня есть несколько вариантов. Несколько вариантов таких, прямо быстродействующих, и несколько вариантов, которые просто на постоянной основе позволяют мне не реветь или каким-то другим образом давать расслабление своему телу для того, чтобы не чувствовать напряжение на постоянной основе. Первый вариант, которым я бы хотела с вами поделиться, это способ, который называется «это». Что вообще это за варианты? Такое очень интересное, на самом деле безумно-безумно действующие, причём действующие вот так вот в секунду, в раз, который позволяет за некоторое время остановить слёзы или, по крайней мере, снизить их количество. Этот приём я увидела у одного психолога, я оставлю ссылку либо на видео, либо на канал в описании, поэтому обязательно переходите, смотрите. Я от всей души вам рекомендую его видео, автор зовут Алексей Яровой, это прекраснейший просто человек, которого я иногда могу слушать просто на фоне, постоянно, и я от всей души рекомендую его видео. Ставлю ссылку в описании. В чём вообще заключается суть данного метода? Как только вы понимаете, что слёзы уже прям вот здесь, вы чувствуете, что сейчас заплачете, либо только начали плакать, и не так много времени прошло, вам нужно начать называть предметы, которые вы видите вокруг себя. Важно это делать не просто так, например, лампа, скамейка, не знаю, стол, крем для рук, делать это именно через слово «это». Это лампа, это скамейка, это крем для рук, это красные духи, это красные цветы, это прозрачная ваза. Постарайтесь по максимуму называть предмет, может быть, описать его вот именно кратко, то есть не просто лампа, а, например, белая лампа, не просто там мяч, а зелёный мяч, или просто называйте предмет, если вы только практикуете, начинаете практиковать такой способ, чем помогает такой вариант. Он убирает ваш фокус со слёз из какого-то внутреннего плохого состояния на состояние внешнее. Таким образом, фокуса на внутреннем, именно на внутреннем таком тяжёлом состоянии, когда хочется себя пожалеть, когда хочется себе помочь, его нет. И фокус идёт на что-то внешнее, когда организм не понимает, что-то происходит странное, вроде бы вы плачете, но в то же время вы называете какие-то предметы, вам приходится задумываться о названии некоторых предметов, потому что действительно не сразу получается вспомнить всё, что вы видите перед собой. Старайтесь прямо называть каждый предмет, не останавливайтесь на чём-то, то есть прямо видите, что это, и начинайте вспоминать, если забыли это слово. Такой способ действительно действенный, я им пользуюсь уже более полугода, и могу сказать, что результаты есть. Он помогает справиться, на самом деле, не только со слезами, но и с каким-то таким сложным внутренним состоянием, когда вы не знаете, что делать, либо это агрессия, какая-то злость, ну и слёзы, безусловно, тоже вариант, с которым можно справиться, это просто называть предмет, и таким образом фокус уходит с чего-то грустного внешнего на что-то нейтральное и внешнее. Внимание и фокус — это то, что нужно всегда концентрировать, потому что если вы потеряете этот фокус и потеряете связь со своим телом, связь с тем, что вы чувствуете, с тем, что вы испытываетесь, с тем, что вам хочется сделать, вероятность того, что слёзы продолжатся, или вы не будете понимать, что с вами происходит, очень велика. Поэтому как только вы ощущаете не только слёзы, не только вот это начинание такого слезливого потока, а в целом вы ощущаете что-то не то, что-то непривычное, всегда отслеживайте, что с вами происходит, что бы вы сейчас хотели, что вам хочется сделать, запишите это, И отследите, в какой ситуации это происходит. Действительно, эта работа непростая, и, наверное, это сделать за один день, даже за месяц, даже за полгода будет непросто. Это всё делается на протяжении долгого периода времени, я этому учусь каждый день и периодически замечаю успехи, замечаю провалы, но я знаю, что это действительно приводит к стабильному внутреннему состоянию только спустя какое-то время, когда вы над этим работаете, когда вы работаете над своим ментальным здоровьем, когда вы работаете над своей душой и прикладываете какие-то усилия для того, чтобы улучшить ваше внутреннее состояние. Ещё один вариант решения такой проблемы я бы назвала белая стена. Я сейчас зачитаю вам, что нужно сделать. Как только вы тоже чувствуете, что у вас в голове очень-очень много мыслей, поток, и вы не можете с этим справиться, представьте перед собой белую стену, и в вашей голове будут появляться какие-то образы, в любом случае они, может быть, в виде мысли, но это всё равно какой-то образ в голове, вы его видите, вы его ощущаете, да, вы ощущаете эту мысль. Поэтому, как только такие образы появляются у вас в голове, вам нужно перенести этот образ на белую стену. Если у вас их много, переносите прямо насколько это будет возможно, а затем представляете, что вы стираете их ластиком, ластиком стирательной резинкой, прям просто стираете. И стираете вы до тех пор, пока эта белая стена не станет полностью чистой. То есть если мысли будут постоянно потоком идти на эту белую стену, это нормально, это не страшно, это решаемо. Просто берёте, представляете, в голове ластик и убираете. Не задумываемся о том, что вы убираете, плохо это или нет, просто стираем эту информацию. Естественно, оно у вас остаётся в голове, оно никуда не девается. Это просто позволяет в моменте убрать то, что вас действительно беспокоит. Дальше, если вам хочется с этим работать, вы можете обратиться, даже нужно обратиться к специалисту, который поможет вам разобраться в этой ситуации. Но вот именно моментальное такое решение, оно действительно классное, потому что негативные мысли и, в принципе, какое-то потоковое такое сознание плохое. Плохое я имею в виду то, что негативно влияет на ваше внутреннее состояние. Любые мысли нормальные, всё хорошо. Но вот именно то, что не даёт вам счастливо и нейтрально, я бы даже сказала, функционировать, просто функционировать, вы это стираете. Я выписывала ещё несколько вариантов, которые, может быть, не разово, но на постоянной основе точно могут вам помочь справляться с такими сложностями выражения эмоций и чувств. И обращать внимание на слёзы, и когда вообще вы начинаете плакать, с чем это может быть связано. Прежде всего, это стакан воды, это просто вода, пить воду, когда вы чувствуете, что вам становится не очень хорошо, потому что действительно на физическом уровне это помогает справляться с тревогой и напряжением. Также это прогулка и спорт. Что касательно спорта, у меня не всегда получается это делать, но вот с прогулками я заметила, что как только я чувствую напряжение, как только я не знаю, каким образом ещё достать из себя эмоции и чувства, которых очень много, я просто одеваюсь и иду гулять. Либо открываю окно и дышу свежим воздухом, это тоже быстро помогает вернуться в хорошее состояние, или хотя бы снизить вот эту волну напряжения, тревоги и слезливости. Это способ, который мне тоже очень нравится, это принять душ и ограничить количество сладкого. Не обязательно это делать на долго срок, если вы только входите в этот режим и действительно это сделать сложно, если вы к этому не привыкли, но хотя бы в момент того, как вы начинаете плакать, реветь, не есть ничего сладкого, дополнительно какие-то конфеты, пасты шоколадные, может быть сладости, чипсы, потому что всё это вызывает такую вот адреналиновую горку, с которой потом слезть очень-очень сложно, потому что это всё гормональный и чувственный такой уровень, поэтому если у вас есть возможность, вы можете с этим справиться, не есть конфеты или убрать ухваты на задний план, убрать сладкое, то я рекомендую это сделать. И также первый момент, который я тоже назвала, это принять душ. Это вариант, конечно, не на любую ситуацию, потому что вы не всегда можете это сделать на улице, например, да, но тем не менее, если вы находитесь дома и вы можете принять душ, прохладный или просто тёплый, главное, что не супергорячий, чтобы не было какого-то, не было такого перепада температур, вам было не жарко, мне кажется, что душ это тоже прекрасная возможность для того, чтобы как-то абстрагироваться от ситуации, и это правда работает. Ещё один способ, который лично мне помогает тоже справляться с такими ситуациями, это список заранее подготовленных фраз поддержки. Это может быть список просто на бумажке, который вы можете с собой брать, или это список в телефоне, в заметках, неважно, главное, чтобы он был легкодоступен для вас, и вы могли его открыть тогда, когда вам это будет необходимо, потому что если прошло уже какое-то время, то это тоже хорошо сработает, но когда вы это делаете в моменте, всё же у этого больше результата и больше такой поддержки, которая может прийти, казалось бы, ниоткуда, то есть вы заранее для себя подготовили эту поддержку, подготовили эту почву, на которую вы сможете опереться, то есть опора будет не в ком-то, опора будет именно в вас, вы сами сможете стать для себя тем человеком, который сможет вас успокоить, и таким образом все слёзы, они будут не то, чтобы уходить, возможно, и нет, но вы поймёте или будете постепенно понимать, что вы сами можете себя успокоить, вы сами можете часто справиться с какими-то ситуациями. Последнее, что я хотела бы сказать, что в данном видео я делюсь с вами только своим опытом, и я рассказала действительно то, что помогало когда-то мне, или помогаю сейчас, часть из этих способов приёмов я совмещаю, что-то использую реже, что-то чаще, например, вариант со словом «это» я использую почти всегда, когда начинаю плакать, и понимаю, что мне сейчас это не хочется и не нужно делать, но я никак с этим справиться не могу. Если вам это видео понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях, я очень надеюсь, что в комментариях у нас берётся такое тёплое комьюнити, и действительно будут те люди, которым этот ролик поможет, вы поделитесь своим опытом также в комментариях, расскажете, что для вас важно, что вам помогает, что наоборот не помогает, потому что, мне кажется, это та тема, на которую действительно мало видео в интернете, и если вы когда-то думали о том, как справиться, то я с вами, я вас поддерживаю, я вас понимаю, я принимаю всё, что происходит у вас внутри, потому что действительно сама справляюсь с этим чувством и с этими эмоциями на постоянной основе, и знаю, как это делать очень тяжело, как очень сложно остановиться плакать, как очень сложно понять, что с вами происходит, как очень сложно пойти к специалисту и начать работать над своим душевным состоянием. Ну что, друзья, спасибо вам большое за просмотр, я очень надеюсь, что это видео было вам интересно, полезно, и вы нашли какой-то эффективный и хороший способ, обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что работает с вами, что не работает, может быть, у вас есть какая-то своя личная история или другие способы справляться со слезами, со слезливостью, с плачем, что вы делаете, что вы раньше делали, что вам помогало, а что нет. Мне бы хотелось, чтобы комментарии под этим видео были поддерживающими, тёплыми, вот как те заметки в телефоне, про которые я говорила, чтобы вы всегда могли вернуться, и понять, что вы не одни, правда, были, есть, и я думаю, всегда будут такие люди, которые испытывают подобные чувства, испытывают подобные эмоции, и они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому, если вам есть чем поделиться, комментарии открыты, я тоже буду их читать, я буду всегда с вами на связи, и желаю вам самое главное внутренней гармонии, потому что это то, что приносит очень-очень много в результате хороших плодов, если вы работаете над своей душой, над тем, что вы ощущаете, поверьте, однажды вы увидите большие-большие результаты. Обязательно обращайте внимание на ваши эмоции и чувства, на то, что выражает ваше тело, как вам хочется чувствовать этот мир, потому что таким образом вы живёте, вы проживаете каждую секунду вообще этой жизни, и вот таким образом, вот так вот, ну да, вы плачете, да, вы не один такой, да, я тоже такая, мы с вами обязательно с этим справимся, главное понять, почему это происходит, что с этим делать, и ни в коем случае не винить себя за те эмоции и чувства, которые вы испытываете, потому что это нормально, это нормально плакать, это нормально смеяться, грустить, переживать, возможно, думать о чём-то, и это нормально, потому что это жизнь, и наша с вами задача помогать друг другу, помогать в те моменты, когда вы чувствуете, что вы одиноки, дать кому-то ещё больше любви, ещё больше заботы и тепла, чтобы это вам вернулось в ответ. Спасибо вам за просмотр, до встречи в новом ролике и в комментариях, я вас очень люблю, крепко обнимаю, до следующего видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok